В начале 1924 года высшему руководству воздушного флота Красной Армии был представлен отчет об испытаниях советского тяжелого бомбардировщика, который имел обозначение Комта. Выводы были неутешительными. Недостаточная дальность, малая высота полета, низкая максимальная скорость. В довершение всего в отчете прямо говорилось, что перспектив по исправлению недостатков у машины не было. В то время в мире стала популярна доктрина итальянского военного теоретика Джулио Дуэ. Согласно ей, решающего успеха в войне предполагалось добиться исключительно с помощью авиации, в первую очередь большого количества тяжелых бомбардировщиков. По мнению Дуэ, массированная бомбардировка промышленных центров и главных городов сломит дух народа к сопротивлению. Страна капитулирует даже без вторжения сухопутных сил. Доктрина Дуэ вызвала массу споров среди политиков и военных. Но оппоненты сходились в одном. Массированное применение тяжелых бомбардировщиков – это важный элемент достижения успеха. Поэтому неудача с самолетом Комта лишала Советский Союз перспективного средства вооруженной борьбы. Проектирование нового тяжелого бомбардировщика поручили конструкторскому коллективу Андрея Туполева. Авиация 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 Бомбардировщика Но уже к середине войны подобные машины появились и в других странах. Особо преуспели англичане и немцы, обогнав всех и количественно и качественно. Россия, не имея производственной базы, необходимой для массового выпуска самолетов, угнаться за ними не могла. А после революции 1917 года ситуация только усугубилась. Промышленность деградировала, а многие инженеры уехали из страны, в том числе и Сикорский. Создавать авиацию для молодой страны Советов пришлось практически с нуля. Флагманом советской авиационной науки стал Центральный аэрогидродинамический институт, сокращенно ЦАГИ. Он был основан 1 декабря 1918 года Николаем Егоровичем Жуковским. Этого выдающегося ученого по праву считают отцом русской авиации. Он стоял у истоков создания аэродинамики и всегда указывал на необходимость строго научного подхода к созданию летательных аппаратов. Но долгое время какой-либо стройной методики расчетов не было. И поэтому точку зрения Жуковского разделяли далеко не все. При этом чуть ли не до середины 20-х существовало мнение, что точного подхода к проектированию самолетов и быть не может. Рассуждали следующим образом. Воздушную нагрузку никогда не удастся определить точно. И рассчитывать самолет как инженерное сооружение нельзя. А коль скоро это так, следует любыми средствами увеличивать прочность каркаса крыла и фюзеляжа. И с целью получить надежную прочную конструкцию изобретатели нередко излишне утяжеляли свои самолеты. Это негативно сказывалось на летных характеристиках. Деятельность ЦАГИ была призвана опровергнуть подобную практику. Инженеры старались просчитать многое еще на этапе проектирования, а затем проверить результаты в ходе наземных исследований. Например, испытать модель самолета в аэродинамической трубе, имитируя реальный полет. Но не все знания были получены сразу. В 1920 году при ЦАГИ была организована комиссия по тяжелой авиации, сокращенно КОМТА. Это и дало название бомбардировщику, который она начала проектировать. Для создания необходимой подъемной силы тяжелому самолету нужна была большая площадь крыла. И для этого конструкторы решили выбрать схему три плана, то есть поставить три крыла одно над другим. Модель самолета продули в аэродинамической трубе и получили неплохие результаты. Но ошибка конструкторов заключалась в том, что зазор между стенками трубы и законцовками крыльев составлял всего там 1-2 миллиметра. То есть, говоря современным языком, получалось, что у КОМТА три крыла бесконечного размаха. А такое крыло – это счастье для аэродинамика. Только счастье совершенно недостижимое, потому что в природе такого, естественно, не бывает. Когда бомбардировщик поднялся в воздух, конструкторов постигло разочарование. Так максимальная скорость составила всего 130 километров в час. В то время как для начала 20-х годов хорошим считался показатель 170-180 километров в час. Выяснилось, что у КОМТА скорость отрыва чуть-чуть меньше максимальной, а максимальная скорость чуть-чуть больше, чем скорость сваливания в штопор. Естественно, с такими характеристиками летать было нельзя. И вот при повторном эксперименте в аэродинамической трубе, когда модель сделали поменьше, вот тут-то все и вскрылось. Характеристики у нее скверные, и на самолете поставили крест. После проведенного анализа выяснилось, что два, или, как в данном случае, три крыла, установленные друг над другом, дают большее сопротивление, нежели одно, но более длинное. Схема моноплана была перспективнее. Проблема заключалась в том, что для крыла большого удлинения сложно было обеспечить требуемую прочность. Поиском выхода из сложившейся ситуации занялся Андрей Николаевич Туполев. Андрей Туполев родился 10 ноября 1888 года в селе Пустомазово под Тверью. Еще во время обучения в гимназии он проявлял большой интерес к точным наукам и технике. В 1908 году Туполев поступил в Императорское Московское техническое училище. Сегодня это МГТУ имени Балмана. Здесь он стал посещать воздухоплавательный кружок, участвовал в постройке планера и летал на нем. Он слушал лекции у Николая Егоровича Жуковского там. Он был очень въедлив и набирал всю ту информацию, которая в конечном счете потом ему и потребовалась. В 1918 году Туполев защитил дипломный проект. Профессор Жуковский дал высокую оценку этой работе. Он писал, «Гидроплан, показанный нашим инженером Туполевым, представляет выдающееся исследование, как он поднимается с воды, как садится на воду. И благодаря работе молодого ученого это дело вполне выяснилось. Это прекрасное свидетельство зрелости его инженерной мысли». Именно Туполев помогал Жуковскому в организации ЦАГИ. Николай Егорович шел в восьмой десяток. Он часто болел и ходить по учреждениям, решая различные вопросы, не мог. Большинство проблем легло на плечи 30-летнего Андрея Туполева. В 1918 году, в разгар гражданской войны, голода, мало кому приходило в голову заниматься перспективами авиастроения. Но, тем не менее, Туполев своим напором, энтузиазмом, верой в это, сумел преодолеть все бюрократические препоны. И под новый институт было выделено здание в доме номер 21 по улице Вознесенской, ныне это улица Радио. В этой работе проявился еще один, на этот раз, организаторский талант молодого конструктора. «Именно тогда Туполев наиболее сблизился с Жуковским. Фактически он стал его заместителем. И в этот период, когда он, скажем, участвовал вместе с Жуковским в подготовке к организации института, роль его действительно резко возросла». В проектировании бомбардировщика ком-то Туполев участие практически не принимал, но был в курсе проводимых работ. Он с самого начала скептически относился ко многим использованным техническим решениям. В первую очередь, к трипланной схеме. Более перспективный Туполев считал монопланную, и неудача с ком-то и только утвердила его в этом мнении. Но как сделать крыло требуемого размаха, обеспечить его прочность и остаться в разумных рамках массы самолета? Тогда конструктор принимает кардинальное решение. Если бомбардировщик ком-то был деревянным, то новые самолеты надо строить из металла. С момента зарождения авиации основным авиационным материалом было дерево. Постепенно часть деталей начали заменять на дюралюминиевые. Прочность этого сплава существенно выше, чем у дерева. Поэтому при одинаковой прочности конструкции масса у дюралюминиевых деталей будет меньше, чем у деревянных. Еще одно преимущество – долговечность. Первенство в постройке цельнометаллических самолетов принадлежит немцам. Они применили новый материал еще во время Первой мировой и после войны продолжили активно строить цельнометаллические самолеты. Но в России ни до революции, ни сразу после подобных легких сплавов не производили. В то время как дерево, напротив, имелось предостаточно. По этой причине противников металлического самолета строения было немало. Туполеву приходилось раз за разом отстаивать свое мнение. В результате он все же добился того, чтобы подобный материал начали производить и в Советской России. Удалось пробить строительство комбината по производству отечественного дюраля в Верховьях Волги. Это район города Кольчугино. Дальше для того, чтобы этот завод работал, пришлось строить мощную электрическую станцию. Кто видел фильм «Коммунист», вот как раз они строят эту станцию там, со всеми перипетиями, которые там изложены в этом фильме. Товарищ Валентис, здравствуй, Ленин. Гвозди есть у вас? Да-да, гвозди! Вы ему скажите, что мы ему за место гвоздей алифу дадим. На алифу можем сменять. На алифу можем сменять. А дальше завод был построен и пошел отечественный аналог германского дюраля. Ну, название дюраль – это по городу Дюрин. Здесь название по городу Кольчугино. Кольчуга алюминий. В октябре 1922 года в ЦАГе была организована комиссия по строительству металлических самолетов, которую Туполев и возглавил. Точной даты образования комиссии не было, но сам Андрей Николаевич определил ее как 22 октября. Это и считается днем рождения ОКБ его имени. Сначала новый материал решили проверить на аэросанях. Эти транспортные средства предназначались для движения по снегу и льду. В 20-е и 30-е годы под руководством Дуполева в ЦАГе было создано несколько таких аппаратов. Постепенно кольчуга алюминий стали внедрять и в авиации. Для начала решили сделать самолет смешанной конструкции, лишь с частичным использованием металла. В частности, металлическим был выполнен лонжерон крыла, основной силовой элемент, отвечающий за прочность. Надо было на практике убедиться, что он не сломается под воздействием подъемной силы или перегрузок. Для начала лонжерон испытали на земле. Его прикрепили к зданию, а в качестве нагрузки выступили Туполев и его соратники. Александр Путилов, Николай Некрасов и братья Погосские. В последующем такие, как их называют, статические испытания станут нормой при создании авиатехники. Для этого будут применять специальное оборудование. А в начале 20-х инженеры ЦАГе использовали собственный вес и полученные результаты их не порадовали. Выяснилось, что конструкция лонжерона способна выдержать нагрузку в 4 раза больше, чем ожидалось в полете. То есть обладала избыточной прочностью и, соответственно, была слишком тяжелой. После короткого спора решили пока ничего не менять, а лишь учесть это в последующих расчетах, а пока побыстрее перейти к строительству опытного самолета. Он получил обозначение АНТ-1. Аббревиатура АНТ расшифровывалась как Андрей Николаевич Туполев. 21 октября 23-го года летчик-инженер Евгений Погодский совершил на АНТ-1 первый полет. В ходе испытаний удалось достичь скорости 125 км в час и высоты 600 метров. Немного. Но задача состояла не в этом. Главное, был получен первоначальный опыт использования металла в отечественном авиастроении. Сейчас его бы назвали модным иностранным словом «демонстратор». Просто попробовали, как его считать на прочность, как соединять части и так далее. Много было вопросов. Это и было АНТ-1. Он не имел, собственно, никакого практического значения. Эдакая проба пера. Следующим шагом для коллектива Туполева стало проектирование первого в стране цельнометаллического самолета. Задание на него было получено от Управления военно-воздушных сил Красной Армии. Оно предусматривало создание машины, которая могла бы использоваться как в пассажирском варианте, пилот и 2-3 пассажира, так и военном. Пилот и наблюдатель вооружения два пулемета. Самолет назывался АНТ-2. 26 мая 1924 года летчик-инженер Николай Петров опробовал машину в воздухе. В целом испытания шли хорошо. Единственное, для повышения путевой устойчивости конструкторам пришлось увеличить площадь киля. В планах было строительство пяти АНТ-2 в пассажирском варианте, но даже этого количества не выпустили. Машину все же рассматривали как промежуточный шаг и все усилия перенаправили на следующий самолет, Туплева АНТ-3. Военные дали заказ на проектирование одномоторного фронтового самолета, который можно было использовать как разведчик и легкий бомбардировщик. Пожалуй, впервые в задании оговаривалось не только назначение, но и тактико-технические характеристики будущей машины. Его скорость, грузоподъемность, дальность полета и даже такой параметр, как время выполнения виража. От этого показателя зависела маневренность самолета и эта характеристика оказалась ключевой при выборе компоновки АНТ-3. Многое еще упиралось в характеристики двигателя и с этим вообще были постоянные проблемы. Советская промышленность авиационных моторов поначалу не выпускала и долгое время их приходилось приобретать за границей. При этом они далеко не всегда подходили под конкретную задачу. Для АНТ-3 моторы закупили в Соединенных Штатах и они были слабоваты. Получалось, что любимая Туполевым монопланная схема даже при использовании металла не обеспечит заданной маневренности и надо возвращаться к бипланной. Конструктор долго не хотел мириться с этим. Он несколько раз перепроверял расчеты аэродинамиков, пытаясь найти в них ошибку, и все же был вынужден отступить. АНТ-3 приняли на вооружение Красной Армии под обозначением Р-3. Его максимальная скорость составила примерно 200 км в час, потолок полета 5 км. Опять же, не самые выдающиеся показатели для второй половины 20-х годов, но в любом случае АНТ-3 – это знаковая машина для советской авиации. Он стал первым цельнометаллическим самолетом, который выпускали серийно. Более сотни машин было выпущено, они эксплуатировались достаточно успешно где-то до 30-х годов. Для КБ это было знакомство с серийным производством, с эксплуатацией, что немаловажно. Кроме того, самолет прославил авиапромышленность Советского Союза на весь мир. В 1926 году АНТ-3, который получил имя «Пролетарий», совершил перелет по городам Европы. В общей сложности экипаж Михаила Громова и Евгения Радзевича преодолел маршрут протяженностью 7150 километров. Год спустя Туполев писал, «Полеты «Пролетария» – это экзамен, который мы держали перед западноевропейской техникой. Надо сказать, что мы его выдержали и выдержали отлично. Значит, мы уже вровень с ними. Где же кроется причина наших успехов? Здесь следует отметить теоретическую подготовленность к работе, участие в ней комплексы лаборатории ЦАГИ». Особо Туполев отмечал вклад своего учителя. «Все наши успехи – результат предвидения Николая Егоровича Жуковского, настоявшего на симбиозе науки с практикой». АНТ-1 – это просто попробовали сделать металлический самолет. АНТ-2 уже преследовал практические цели, хотя и был сделан в небольшом количестве экземпляров. АНТ-3 уже был серийной машиной, принятой на вооружение и реально использовавшейся. То есть люди шли постепенно вверх. Получив первый опыт строительства металлических самолетов, коллектив Туполева приступил к решению куда более сложной задачи – созданию тяжелого двухмоторного бомбардировщика. Он получил обозначение АНТ-4. Ему требовалось обеспечить хорошие летные данные в совокупности с приличной бомбовой нагрузкой. Для бомбардировщика это очень важно, потому что весовая отдача его должна быть достаточно велика. Он не должен возить только себя. Он предназначен для перевозки какой-то полезной нагрузки. Единственная маневренность для подобных тяжелых машин не была на первом месте. И Туполев смело мог вернуться к своей излюбленной схеме самолета-моноплана. Предварительные расчеты показывали, что размах крыла АНТ-4 будет около 30 метров. У одномоторного АНТ-3 было в 2,5 раза меньше. Когда Туполев представил первые эскизы новой машины своим соратникам, некоторые из них все же засомневались, удастся ли построить такой огромный самолет по монопланной схеме. Туполеву вновь пришлось долго и аргументированно доказывать свою правоту. И вот именно с этого самолета начали формироваться взгляды Туполева на то, как надо проектировать самолеты такой схемы. Потому что он принял для АНТ-4 толстый профиль крыла, в котором можно было разместить большое количество топлива. При этом конструкция силовых элементов крыла была очень ажурная и вместе с тем прочная. Поскольку АНТ-4 был значительно больше предшественников, многие опробованные ранее решения требовалось дорабатывать или полностью менять. Пришлось даже строить полноразмерный деревянный макет, чтобы понять, будет ли летчику удобно рулить по аэродрому, взлетать и садиться, штурману прицеливаться и бомбить, стрелкам вести огонь из бортовых пулеметов. На построенном макете члены экипажа получили возможность проиграть будущие полеты. Размеры машины сказались и на этапе изготовления первого опытного образца. Чтобы вытащить из здания центроплан, самый крупный элемент конструкции, пришлось разобрать часть стены. А еще надо было провести его по городским улицам на аэродром, где происходила окончательная сборка самолета. Это тоже был опыт, который надо было учесть для последующих разработок. А вы знаете, что в вашем самолете самое удивительное? Знаем. Монопланы, металл. Нет. Самое удивительное, что он выпущен в срок. Думая о будущем, Тополев добился постройки большого сборочного цеха, причем с запасом, с возможностью выпускать машины с габаритами до 70 метров. И для этого ему вновь пришлось преодолевать сопротивление чиновников, которые считали, что дело до таких самолетов дойдет не скоро, и это пустая трата средств. Шаг за шагом коллектив Тополева не только создавал новые самолеты, но и внедрял научные подходы к их проектированию, отрабатывал производственные технологии и методики летных испытаний. Так рождалась уникальная конструкторская школа. Первый летный экземпляр АНТ-4 был готов осенью 1925 года. На этой фотографии Тополев стоит на конце крыла своего гиганта. 26 ноября летчик-испытатель Аполлинарий Томашевский впервые поднял машину в воздух. Всесторонне испытав АНТ-4, Томашевский оценил его как первоклассный самолет. На вооружение ВВС Красной Армии АНТ-4 поступил в 1929 году. Он получил войсковое обозначение ТБ-1, тяжелый бомбардировщик первый. К тому моменту основными бомбардировщиками Красной Армии были самолеты ЮГ-1. Их закупили у немецкой фирмы Юнкерс в начале 20-х годов. По максимальной скорости ТБ-1 и ЮГ-1 были примерно равны. Дальность полета была больше у Туполевского самолета. И главное, по бомбовой нагрузке ТБ-1 почти в два раза превосходил немецкую машину. Похожее соотношение характеристик было и по сравнению с тяжелым британским бомбардировщиком-библаном Хэндли Пейдж Хинайди. Бомбардировщик ТБ-1, во-первых, он получился очень гармоничным. Можно сказать, даже он получился очень красивым. Это необыкновенно, ведь это один из первых самолетов молодого КБ. И тут сразу все у него на месте. И летает он неплохо, и не было на него каких-то серьезных нареканий. И он практически сразу пошел в серию. Заявить всему миру о своих достижениях руководство СССР решило вновь через дальний перелет. Осенью 1929 года экипаж Семена Шостакова на ТБ-1, получившем название «Страна Советов», перелетел из Москвы в Нью-Йорк через Дальний Восток и Аляску. В общей сложности самолет преодолел 21 тысячу километров. Теперь не только Европа, но и Америка увидела достижения советской авиапромышленности. Западная пресса не скупилась на комментарии. Газеты писали, что их бомбардировщики Бипланы по-прежнему строятся из дерева. И пальму первенства в самолетостроении захватили Советы. Это не было преувеличением. Впервые со времен создания Игорем Сикорским бомбардировщика Илья Муромец в России был сделан не просто хороший самолет, а самолет, определивший направление развития мировой авиации. Кстати, сам Сикорский к тому времени жил уже в США. Сначала он проектировал гидросамолеты, а позже занялся вертолетами, став одним из корифеев этого направления авиатехники. В личном архиве Туполева есть кинокадры, снятые им в 59-м году на международной выставке во Франции. Конструктор любил снимать, и в объектив его камеры попали многие новинки авиационной и ракетной техники. И не только они. Это поистине уникальные кадры. Туполев лично запечатлел Игоря Сикорского на фоне его вертолета С-61. Сикорский стоит слева. А на этом кадре Сикорский снят уже самим Андреем Николаевичем. Интересно, о чем говорили два авиационных гения? С постройкой ТБ-1 Туполев вошел в число ведущих мировых авиаконструкторов. Но заслуга коллектива Туполева не только в том, что был создан тяжелый цельнометаллический бомбардировщик. Благодаря этой машине советская авиапромышленность перестала быть полукустарной, а стала осваивать самые передовые мировые технологии. С появлением в авиачастях Красной Армии самолетов ТБ-1 началось создание первых авиабригад тяжелобомбардировочной авиации. Каждая бригада состояла из трех-четырех эскадрильей по 12 машин в каждой. Подчинялась бригада непосредственно штабу военного округа, что говорило о ее особом статусе. С использованием ТБ-1 в Красной Армии было создано и первое в мире подразделение воздушно-десантных войск. Один самолет мог взять на борт до десяти парашютистов. Впоследствии были разработаны специальные подвесные кабины. В них размещалось уже 16 десантников. Также на внешней подвеске ТБ-1 мог перевозить различные грузы и легкую военную технику. Проводились даже опыты по их парашютному десантированию. Появление ТБ-1 позволяло реализовать новую концепцию применения вооруженных сил, которая разрабатывалась в СССР с конца 20-х годов. Она называлась «теория глубокой операции». Массированные бомбовые удары по толовым объектам противника и выброска десантов стали одними из основ этой тактики. Но возникала проблема. ТБ-1 значительно превосходил по дальности полета существующие истребители. И в дальних рейдах бомбардировщики не могли рассчитывать на истребительное прикрытие. Поэтому стали думать, как обеспечить самолетам надежную защиту. Одно из решений предусматривало реализацию проекта «Самолет-звено». Часть ТБ-1 должна была нести в тыл противника не бомбы или десант, а истребителей. По достижении опасного участка или при появлении истребителей противника они отцеплялись и защищали всю авиагруппу. После боя истребители должны были снова пристыковаться к ТБ-1. На крыло ТБ-1 предполагалась установка двух истребителей. В качестве таковых рассматривались самолеты И-4 или И-5. И-4 также был создан под руководством Туполева, и это был первый цельнометаллический истребитель в СССР. Всего было построено 177 таких самолетов. Но в целом цельнометаллические конструкции в советской истребительной авиации на тот момент широкого применения не нашли. Вплоть до конца Великой Отечественной использовались либо полностью деревянные, либо истребители смешанной конструкции. Дело в том, что на самолетах относительно небольших размеров металлические конструкции какого-либо ощутимого преимущества не давали. Кроме того, кольчуг алюминия не хватало, и преимущественно он шел на строительство бомбардировщиков, где эффект от использования металла был куда заметнее. Что касается проекта «Самолет-звено», то задумка была, хотя и оригинальная, но технически сложно реализуемая. Поэтому для прикрытия бомбардировщиков решили разработать специальный истребитель дальнего сопровождения, фактически первый самолет подобного класса. Для этого на базе ТБ-1 в конструкторском бюро Туполева спроектировали самолет АНТ-7, войсковое обозначение Р-6. Самолет Р-6 отражал существующую тогда концепцию крейсера, самолета огневого сопровождения. Самолеты более легкие, чем сами тяжелые бомбардировщики, но со значительной дальностью и мощным оборонительным вооружением. Вот по этой концепции строился Р-6. У него стрелковое вооружение почти такое же, как у ТБ-1. Большой запас патронов, но мизерная бомбовая нагрузка. Только мелкие осколочные бомбы. Предполагалось, что одной из функций крейсеров будет подавление батареи зенитной артиллерии. Р-6 все же нельзя назвать классическим истребителем. В силу ограниченной маневренности он не мог вести полноценный воздушный бой, но в любом случае защита бомбардировочных соединений, выполняющих рейды в тыл врага, повышалась. Самолетов Р-6, если бомбардировщиков ТБ-1 было выпущено 200 штук, там 216, по-моему, 218, то разведчиков Р-6 вместе с модификацией крейсер было выпущено более 400. Они использовались не только БВС, они использовались на флоте как поплавковые разведчики. К концу 20-х годов в обновлении авиапарка нуждались уже не только военно-воздушные силы, но и гражданский воздушный флот. В основном здесь использовались немецкие самолеты Юнкерс F-13. Часть из них была закуплена непосредственно в Германии, часть строилась по лицензии на заводе в подмосковных филях. Юнкерс был рассчитан на перевозку 4-х пассажиров или 350 килограммов груза, и этого со временем стало недостаточно. Но вот только денег на разработку нового пассажирского самолета у гражданского ведомства не было. Кроме того, конструкторы, да и вся авиапромышленность в первую очередь выполняли заказы военных. С другой стороны, сами военные тоже нуждались в авиаперевозках. Требовалось перебрасывать личный состав в удаленные гарнизоны, возить оружие, запчасти к технике и другие небольшие грузы. Правда, объемы таких перевозок были пока невелики, и держать на балансе несколько десятков специализированных военно-транспортных самолетов, тем более разбросанных по всей стране, было накладно. И тогда было принято следующее решение. Военные заказали Туполеву не специализированный военно-транспортный самолет, а новый пассажирский. В мирное время такие машины работали бы на гражданских линиях, а при необходимости привлекались бы для военных нужд. К этому времени в управлении ВВС уже поняли, что в случае войны им понадобится собственная транспортная авиация. Содержать ее они не хотели. Идея была такая – навязать гражданской авиации тот типаж самолетов, который был бы нужен военным. А вторая причина. У нас тогда увлеклись концепцией так называемого вспомогательного бомбардировщика. Придумали ее в Германии. Это пассажирский самолет, на котором монтировалось бомбовое и стрелковое вооружение в военное время. Как и в случае с военными самолетами, конструкторское бюро Туполева сделало ставку на цельнометаллические конструкции. Более того, было решено максимально использовать опыт и конкретные технические решения, применявшиеся при создании боевых машин ТБ-1 и Р-6. На несколько десятилетий вперед подобная практика – проектирование пассажирских самолетов на базе наработок по военной тематике – станет отличительной чертой ОКБ Туполева. Это позволяло экономить средства, давало выигрыш во времени и повышало надежность гражданских машин, поскольку многие технические новшества были уже отработаны на военных. Новый пассажирский самолет, созданный под руководством Туполева, получил обозначение АНТ-9. Его полезная нагрузка составляла 830 килограммов или 9 пассажиров. Постройку опытной машины закончили к концу апреля 1929 года и 1 мая АНТ-9 выставили на Красной площади как символ достижения советской авиапромышленности. Спустя 4 дня самолет совершил свой первый полет. АНТ-9 построили сначала в трехдвигательном варианте, а затем перешли на двудвигательный вариант с двигателем М-17. Всего их построили разные данные – от 75, даже от 66 до 100 самолетов. То есть достаточно большая была серия. И это фактически первая относительно нормальная машина, цельнометаллическая пассажирская, которая поступила в эксплуатацию. АНТ-9, получивший в серии обозначение ПС-9, широко использовался в гражданском флоте. Несколько самолетов летали по трассе Москва-Берлин. Два ПС-9 были приписаны к агит-эскадрилье имени Максима Горького. Они имели своеобразный внешний вид и окраску в честь популярного сатирического журнала «Крокодил». Эскадрилья перелетала из города в город и всячески прославляла советскую власть. Население знакомилось с достижениями отечественной науки и техники, а передовики производства получали возможность прокатиться на самолете. Успехи коллектива Туполева в создании многомоторных цельнометаллических машин подталкивали командование ВВС к желанию иметь на вооружение самолета еще более внушительных размеров, чем двухмоторный ТБ-1. Изначально новую тяжелую машину хотели разрабатывать как транспортную. С таким предложением к Туполеву обратились специалисты Остехбюро, особого технического бюро по военным изобретениям специального назначения. Предполагалось, что самолет будет перевозить на внешней подвеске различную технику. При этом будет рассчитан на существенно большую нагрузку, чем ТБ-1. Но почти сразу самолетом заинтересовались и военно-воздушные силы, и задания на него скорректировали. Теперь его позиционировали в первую очередь как бомбардировщик. Транспортные функции были второстепенной задачей. Машина получила обозначение АНТ-6, будущий ТБ-3. В отличие от ТБ-1, новый самолет должен был иметь уже не два мотора, а четыре. Но решить всех вопросов исключительно наращивания мощности силовой установки было нельзя. Требовалось еще больше увеличить площадь и размах крыла. Конечно, его проектирование опиралось на концепцию ТБ-1. Были использованы те же подходы, толстое крыло, неубираемые шасси. Но все-таки это была уже четырехмоторная машина, гораздо более тяжелая, мощная, сильная. И даже освоение производства на заводе в подмосковных Филях позволило создать совершенно новую школу самолетстроения. Завод в Филях стал лидером металлического самолетастроения в Советском Союзе. И такое место занимало очень долгие годы еще, вплоть до передачи его челомею под космические задачи. ТБ-3 произвел настоящий фурор. Его длина составляла 24 метра. Размах крыла 40 метров. Кабина возвышалась над землей почти на 5 метров. Взлетная масса бомбардировщика превышала 17 тонн. Впервые самолет поднялся в воздух 22 декабря 30-го года. Его пилотировал экипаж Михаила Громова. По сравнению с ТБ-1 скорость и дальность полета ТБ-3 практически не изменились. Но бомбовая нагрузка существенно возросла. При полете на максимальную дальность он мог взять 2 тонны. На короткие дистанции до 5. Самый мощный английский бомбардировщик Хэндли Пэйдж Хайфер по максимальной грузоподъемности уступал ТБ-3 более чем в 3 раза. И пролететь мог на 400 километров меньше. ТБ-3 стал и основным самолетом для воздушно-десантных войск. По нормативам он мог взять на борт до 32 бойцов посадочного десанта или 24 парашютиста. Реально же при неполной заправке топливом на борту удавалось разместить до 40 парашютистов. На внешней подвеске ТБ-3 мог перевозить два легковых автомобиля или один грузовик, легкие артиллерийские орудия, танк-амфибию Т-37А или Т-38. На момент появления ТБ-3 был вообще уникальным явлением. Ни одна страна мира не имела ничего подобного. Ни у кого не было тяжелых бомбардировщиков четырехмоторных. Французы взялись за это дело позже. В Англии вообще уже в начале Второй мировой войны они появились. В Америке первым тяжелым бомбардировщиком, принятым на вооружение, стала летающая крепость. И было это в 1937 году. А ТБ-3 в 1931 шел к серийному производству. Выпуск ТБ-3 был организован сразу на трех заводах. В Филях, Воронеже и Таганроге. Туполев лично выезжал туда, чтобы на месте контролировать внедрение технологий металлического самолетостроения. При этом он интересовался не только технической стороной вопроса. Справедливо полагая, что производительность и качество определяют люди, он не забывал проверить условия их работы. Обнаружив однажды в заводской столовой некачественную еду, он устроил разнос директору комбината питания. Андрей Николаевич был частым гостем и в частях ВВС. Его интересовало, как оценивают машины летчики, какие дефекты они обнаружили и что им хотелось бы улучшить. Возвращаясь в Москву, он требовал от конструкторов учесть замечания летного состава. Почти все 30-е годы ТБ-3 были гордостью советской авиации. На ежегодных парадах в небе проплывали по нескольку десятков этих воздушных кораблей. Это была мощная и, что главное, эффективная сила для своего времени. В 1932 году японцы захватили Маньчжурию, северо-восточную часть Китая. На захваченной территории они создали марионеточное государство и стали рассматривать его в качестве плацдарма для нападения на Советский Союз. Когда японская армия вышла к нашим границам, все это представляло совершенно серьезную опасность для СССР. То есть мы могли просто отрезать эту территорию. Было принято решение перебросить туда первое соединение самолетов ТБ-3. Радиус их действий, в общем-то, дотягивал до Японии. Бомбовая нагрузка была приличная. Всего туда улетело 120 тяжелых бомбардировщиков. Это было, ну, фактически необыкновенное явление. Японцы настолько, скажем, были ошарашены. И вот начиная с 1933 года вплоть до 1938 года они летали над морем. И, в общем-то, они нашу оборону, ну, скажем так, сделали более надежной и адекватной. Тяжелая бомбардировочная авиация Красной Армии стала той силой, с которой нельзя было не считаться. И это прямая заслуга коллектива Андрея Туполева. Его конструкторское бюро стало своеобразным локомотивом прогресса и в авиапромышленности. Ставя во главу угла развития авиационной науки и технологической базы, он задавал тон не только в отечественном, но и в мировом авиастроении. А в планах уже были еще более мощные воздушные корабли и новые мировые достижения. Продолжение следует...